Следующая тема нашей беседы — это тяжёлые периоды судьбы. Как они действуют, как их распознавать, что они делают с нами. Первое, что надо понять, что если у вас всё хорошо, там вы работаете, всё идёт хорошо, всё развивается. Мой опыт показывает, что на такую жизнь можно рассчитывать максимум лет 5-6. Вот, допустим, у вас всё хорошо идёт, 5-6 лет максимум. В течение 5-6 лет обязательно будет что-то тяжёлое. Причём будет между вами тяжёлое, не просто у вас там или у него, а между вами в отношениях будет что-то тяжёлое. Как это проявляется вообще, что-то тяжёлое? Совершенно по-разному. Вот, допустим, может начаться вообще безобидно. Допустим, у мужа испортились отношения с мамой. Вот когда с родственниками что-то происходит, это всегда может ударить по семье. С мамой отношения испортились, нужна молитва. С сыном испортились, нужна молитва. На работе трудности появились, опять опасность для личной жизни есть. Потому что опасность для личной жизни возникает всегда, когда человек теряет силу, когда он истощается. Знаете, люди, на чём поддерживают свои отношения? На том, что хватает энергии счастья. Вот, допустим, у девушки хватает энергии счастья, она нравится мужчине. Если у ней энергии счастья стало меньше, по судьбе её как бы истощило, то всё, она не нравится. Человеку может нравиться только энергия. Он не может просто нравиться человек. Если мы живём, наслаждаясь друг другом, у нас неблагостная жизнь, то если у меня хороший период, я нравлюсь, плохой период, я не нравлюсь. Всё. Здесь всё очень примитивно и просто. Поэтому, если вы чувствуете, у вас плохой период пошёл, вам тяжело жить, знайте, что если у вас нет близких отношений с вашим близким человеком, если вы просто с ним вместе работаете, как определить, есть близкие отношения или нет, вы не можете с ним сесть, по душам поговорить. Если вы начинаете, начинается скандал, или он не хочет, или она не хочет сердце открывать. Значит, тогда опасность разрушения отношений велика. И причина, почему так, нет Бога в отношениях. Понимаете, близость, близкие отношения, глубину в отношениях даёт только алтарь. Когда есть алтарь в доме, тогда совесть открывается в отношениях. Совесть даёт возможность открывать сердце, говорить какие-то сокровенные вещи. То есть нужно, чтобы совесть жила в отношениях. А для этого нужна молитва в доме. Нужен алтарь. Если у вас этого нет, значит опасность разрушения семьи очень велика. Потому что тогда, когда вы обесточитесь, во-первых, алтарь поможет вам набраться сил, чтобы быть красивой, чтобы привлекать близкого человека, или быть сильным, чтобы привлекать жену. Если алтаря нет, нет молитвы в доме, то вероятность разрушения семьи очень велика. Как? Просто человек устал рядом, он не может. Он разлюбил, говорит, я разлюбил. Означает, перестал тобой наслаждаться. Ты перестал заряжать меня своей энергией. Я от тебя не балдею. Мне с тобой нехорошо, плохо. Больше того, ты меня истощаешь. Смотрите, жизнь страсти. Близкий человек заболел тяжёлой болезнью. Что происходит? Другой уходит. Почему? Потому что мы не договаривались так. Мы договаривались на успех, на совместное счастье, развитие. А тут, Барс, ты из меня сосёшь силы. Мне тяжело, плохо рядом с тобой. Я должен за тобой ухаживать. Мне и так тяжело жить. Ты ещё мне тут мучаешь. Ну тогда до свидания. Или, допустим, детей нет, трудно зачать детей, до свидания. Тёща мучает, до свидания. Ну любые трудности, до свидания. Потому что человек в страсти не готов трудиться над своей судьбой. Он готов только наслаждаться ей. Он может жить только на волне. И поэтому все фильмы, вся философия жизни людей в страсти, это философия жизни на волне. Что происходит под волной, никто не говорит. Никакие фильмы не показывают. Почему? Потому что под волной это не прокатит. Вот эта улыбка такая счастливая не прокатит. Под волной только молитва, покаяние, любовь, прощение прокатит. Нет. Потому что у женщины психика очень тугая. Её надо попросить прощения несколько раз. Иначе она не сможет просить, потому что у неё так психика устроена. Она медленно обижается по-настоящему. И медленно прощает по-настоящему. Поэтому нужно ждать, мои хорошие, просить ещё раз. У женщины характер очень медленно в отношения входит, медленно из отношений выходит, медленно прощает. Очень тугой характер в отношениях у женщины. У мужчины очень быстрый. Всё, я тебя простил. Как простил? Они не понимают, как так можно быстро прямо то раздлился, то простил. Всё что-то быстро меняется. Непонятно, как. Психика по-разному работает. Мужчина и женщина. Вот смотрите, мои хорошие, это важная тема. Смотрите, если вы наслушались лекции доктора Тарсунова, у вас глаза стали благостными и квадратными, вам нравятся апельсины и всё остальное, и вы хотите это навязать своим близким, то вы разрушаете семью в результате. Это страшно. Они пугаются, страшно этого всего. Потому что разум бывает трёх видов. Разум невежества человека деградирует, и человек становится всё хуже с каждым годом. Разум страстного человека находится в очень жёстком, застывшем состоянии. Человек боится любых перемен, связанных с судьбой. Ему надо, чтобы всё было как все. Вот все так живут, и мы так живём. Всё, вот мы так, вот всё у нас так должно быть. Но если человек начинает менять свою судьбу, у него разум начинает развиваться, и в результате вся жизнь меняется. А родственники смотрят. Был один человек. На глазах становится другой. И они в шоке. А человек в это время, так как счастья и любви становится больше внутри, у него глаза вращаются. Он хочет всех направить на правильный путь, своих близких. Он выбрасывает телевизор с девятого этажа. Он счастлив очень. Но люди все в шоке, близкие. Все в шоке. Страшная ситуация. Я сейчас расскажу, как я свою жену поднимаю рано утром с постели. Моей жене очень трудно вставать в постели рано утром. Потому что женщина, она соткана из любви, ее тело расслаблено. Ей очень трудно заставить себя вставать рано утром. И требуется особый какой-то подход. Когда моя жена поняла, что надо вставать пораньше, все-таки иначе будешь болеть, она меня попросила, поднимай, пожалуйста, меня пораньше. Так я ее не трогал. Сколько спит, и слава Богу. Все нормально. Вставал рано, всегда молился. Жена спала. Я ее не трогал. Она меня спросила, пожалуйста, вставай, поднимай меня пораньше. Я подходил к ней и говорю, пора вставать. Смотрю, она не встает. Говорю еще раз, пора вставать. Она такая открывает глаза и говорит, ну что ты ко мне пристал? Поворачивается на другой бок и спит дальше. Уже теперь еще больше будет спать, чем спала до этого. Это называется на зло врагу. У женщины это и есть такое. На зло врагу работает всегда, когда давление есть какое-то. Она неосознанно это делает. Она говорит, ничего не сделаешь, так устроен характер. Я начал думать, как же мне ее поднять. Я тогда садился рядом с ней, брал ее руку, гладил и говорил, солнышко восходит, такое утро красивое, светлое, радостное, воздух свежий. Я уже помолился так хорошо. И гладил, гладил ее руку и уходил. Ничего не говорил, что надо вставать. И она потом подбегала ко мне, такая, я встала. Женщине для того, чтобы активизировать ее волю, нужна только любовь. Если вы хотите женщину заставить бросить компьютерные игры, она на зло будет играть в компьютерные игры. Теперь давайте сравним психику мужчины и женщины. У мужчины снаружи очень твердая психика. Он может себя заставить, у него есть энтузиазм. Если его лекции пробили, он становится непробиваемым. В выполнении своих желаний развиваться как личность, становится энтузиастичным, сильным, радостным. Но у женщины наружный психический цилиндр очень слабый, мягкий и податливый. Она не может себя заставить, она не может бросить. А если ее заставляют, она страдает от этого сильно, она начинает капризничать. В общем, в этом плане очень большие проблемы. Но надо знать, что есть две особенности. Первая особенность. У мужчины внутренний психический цилиндр очень слабый, мягкий. А у женщины очень сильный внутренний. Это значит, что у женщины очень сильный характер. И поэтому женщина по природе очень стабильна. Она не поддается вредным привычкам, не поддается каким-то сильным изменениям. То есть она внутри себя очень стабильна. А мужчина, наоборот, динамичен внутри себя. Он может деградировать, а наоборот прогрессировать. У него всё меняется в жизни постоянно. У женщины ничего не меняется. Она остаётся сама собой. Так вот, знайте, что женщину, если вы пытаетесь её пересилить, силой что-то заставить делать, то включается этот внутренний психический цилиндр. А он слабее. Он у вас слабее в несколько раз. То есть женщины внутри психика гораздо сильнее, чем у вас. У неё есть несколько вариантов ответа на ваше поведение. Допустим, вы её заставляете бросать в компьютерные игры. Она подчиняется вам, но сама хочет играть. Это желание копится, она начинает вас обманывать или просто вас бросает в результате. То есть вы её подчиняете, она копит эту силу протеста и потом начинает капризничать или рушить жизнь. Ну что-то начинает делать. Вулкан из неё выходит. Второй вариант. Вы её заставляете бросить компьютерные игры. Она назло начинает больше играть в них, потому что психика у неё сильнее.